Сливы в фритюре Или вот так вот пошел повар, то что увидел на рынке и купил Но это самое прекрасное, что есть в ресторанах Вот у меня есть несколько таких знакомых поваров Когда я бываю, например, в Италии, я всегда к ним хожу И для меня это праздник, потому что придешь И ты, во-первых, ты абсолютно точно знаешь, что будут сюрпризы Что в меню будет что-то такое, чего ты не ожидаешь И вот я недавно была у одного своего приятеля Ну, приятеля, его зовут Вальтер 15 грамм дрожжей, стакан теплой воды, столовая ложка сахара Оставляю, чтобы сахар и дрожжи образовали союз, как ты понимаешь И на этом союзе получится у нас такое тесто Так вот, эти сливы я попробовала в первый раз у него Вообще дети мои обожают пончики Я к пончикам, ну как тебе сказать Ну, конечно, я люблю пончики Ну, если выбирать между десертом в ресторане чем-то таким и пончиками Ну, конечно, я выберу что-нибудь такое, что я, в принципе, дома не могу приготовить Что мне интересно Мне понадобится 300 грамм муки Так вот, эти пончики приготовил Вальтер Это было что-то Остановиться невозможно Остановиться невозможно Сюда же добавляем щепотку сухого имбиря В чем тут весь кайф? Кайф в том, что тут тончайшее тесто, ну, практически кляр И много сливы Щепотку мускатного ореха Это... и потом этот кляр, он такой вот пряный И это как раз вот пончики такие Хотя вроде бы фрукт Чуть-чуть мускатного ореха совсем И пол чайной ложки корицы Вроде бы фрукт такой, знаешь Ну, может быть и летний, может быть и осенний Но вот благодаря этому кляру, который такой пряный Он абсолютно получается практически таким зимним, вкусным, теплым, уютным десертом Перемешали Пока разводятся дрожжи Мы это все отставляем в сторону Ну, посолите, обязательно посолите Где-то четверть чайной ложки соли И сливы Ты чувствуешь, как мясо пахнет? Да Сливы нарезаю вот такими половинками Для того, чтобы вот это и будет, собственно говоря Можно еще меньше нарезать Можно нарезать четвертинками Но вот это вот та наша с тобой любимая история Много фрукта, мало теста Как ни странно, мы были в путешествии Ну, прошлым летом Летом, которое вот прошло Мы в Греции были И много где Очень путешествовали по Греции Посетили много маленьких островков, городков И где-то в первый или во второй день Тоже в одном ресторане были пончики Они не были с фруктами Там были просто хорошие, хорошее такое хрустящее тесто Что бы потом ни было Каких бы невероятное мороженое они не ели Какие бы невероятные пирожные, шоколадные Даже были мы, знаешь, в ресторанах высокой кухни Пончики остались номером один И когда мы вспоминаем до сих пор про греческое путешествие Все говорят, вот это были пончики Так что иногда лучше простой вот такой еды И придумывать ничего нельзя Соединяю мои дрожжи Видишь, хорошо развелись И сахар растворился Вот больше мне ничего и не нужно было От этой моей водной смеси Тесто должно получиться, как ты сама понимаешь, довольно жидким Именно потому, что это как бы у нас такой фритюр Ну, будем делать сейчас Это у нас такая Вот даже если, видишь, получается слишком густое Нужно добавить еще немножечко тепленькой водички Она у меня тут есть Тесто, так как тут есть дрожжи Ты сама понимаешь, сразу с ним работать нельзя Оно должно немножко постоять Минимум полчаса лучше всего В месте, где нет сквозняков И где довольно тепло Я обычно использую вот такой шкафчик под духовкой У меня там есть Ну, вот как только вымешала Естественно, когда дрожжи сейчас пойдут в работу Тесто еще разойдется и станет более пышным Поэтому пока просто вот все смешала Накрыла влажным полотенцем Это очень важно, чтобы полотенце было влажное Потому что мука любит влагу И дрожжи любят влагу Влажным, теплым полотенцем И спрячем это все Посмотрим, как там поживает наше мясо Итак, после того, как тесто подошло В том, что оно подошло, мы сейчас с тобой убедимся Ну, сначала разогреваем какую-нибудь такую глубокую кастрюльку Я в данном случае использую вок В кастрюльку наливаем растительное масло Которое хорошо подходит для фритюра И разогреваем это масло Так Пока масло прогревается Почему вок хорошо? Потому что вок довольно тонкий Там все быстро готовится Смотрим на тесто Смотрим на тесто Вот оно! Вот оно, счастье! Теперь берем и просто, что мы делаем? Окунаем сливу в тесто Как только масло разогрелось А как проверить? Проверить следующим образом Бросаешь просто маленький кусочек теста Ароматы слива все-таки очень любят пряности И вот оно зашипело, заработало Много слишком не отправляй слив в тесто Потому что тогда слишком быстро тесто остывает Потому что, естественно, каждый добавленный холодный пончик Снижает температуру масла ненамного Но, тем не менее, это аффектирует То, как готовятся тесто и сливы Слишком сильно гореть тоже не должно А то тесто прогорит, но не будет готовым внутри И вынимать, естественно, пончики Во-первых, их нужно переворачивать Как ты сама понимаешь Вот, посмотри, какие они золотистые уже с одной стороны Оп-ля Красиво Очень красиво Мне кажется, очень эффектно и очень интересно Необычно То, что, ну, пончики все знают А тут в пончики до слива Как только они со всех сторон пропеклись Снимаем Запускаем следующую партию Присыпаем сахарной пудрой О, кто пришел На запах сбежались Знаю я вас, что вы больше всего на свете любите Давайте, налетайте Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому